Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Представляем вам нашу шапочку Первый снег. Первый снег мы ее назвали, потому что она очень нежная и как будто припыленная снежком. Получается такой эффект за счет вязания двумя пряжами. Алисе секционка, полушерсть и белая ангурка. Белая обязательно для того, чтобы тенить достаточно темную секционную пряжу. Секционка придает вот такой эффект пестроты и необычности, потому что если вязать в двух цветах, будет, наверное, не такой эффект. Хотя, если каждый ряд выполняет, каждый блок выполняет своим цветом, это тоже будет достаточно интересно. В уроке показано несколько технологий, очень полезных для вязания шапок или беретов. Я, кстати, показываю вязание именно в виде шапочки. Если вы хотите связать берет, все будет то же самое, только основное полотно нужно брать несколько пошире. Все остальное у нас остается то же самое. То есть в данном уроке показано вязание шапочки-берета. Вы выбирайте тот вариант, который вам более понравится, более подходит. Вот, интересно, выполнен подгиб зубчиками. Вот я поворачиваю шапку. Если вы найдете на вскидку шов, то будет отлично. Вот так просто этот шов не увидеть, его нужно смотреть с изнанки. Вот он шов. В уроке я рассказываю, как сделать так, чтобы наше изделие выглядело целиковым с вязанием по кругу. Секционка это делать немножко сложнее, если она мелкосекционная, потому что могут не совпадать полоски по ячейкам. Но если она достаточно длинная, как у меня длинная секция, то мы укладываемся даже в полосы. Шва не видно. Не совсем обычная макушка. Такая вот тарелочка с уплотнителями. У нас получается абсолютно плоская макушка. Я рассказываю, как сделать так, чтобы наши уплотнители шли по кругу и не было зажимов. То есть здесь вы видите, что получается при стандартном выполнении показано в уроке. Здесь вы видите, как выполняются такие же рулики, рубчики, зажимы, нажимаете как хотите, называете без следа сшивания. То есть у нас швы не видны вообще. То есть я рассказываю в уроке, как этого добиться. Внутри шапка мягкая, нежная, без швов. То есть натирать лоб и оставлять на нем достаточно неэстетичные отпечатки эта шапочка не будет, потому что швы выведены наружу. За счет этого получается такой рельефный край, который придает этому берету, шапочке, особую необычность. Потому что когда мы берет закалываем на бочок, получается плоская макушка с зубчатым подгибом. Ну, смотрится необычно. Скажем так, нестандартный подход. Шапочка получилась оптимистичная. На нее, когда смотришь, хочется улыбаться, потому что веселые цвета, веселое выполнение. Особых сложностей нет, но для того, чтобы вывязать такую шапку, все-таки должны иметь хотя бы небольшой навык вязания на вязальной машинке. Выполнено вязание на машинке не во два. Но особых секретов, особых нюансов для вязания на каких-то других машинок здесь нет. Все идет по прямой, простые фанги и рулики. Если вы умеете это делать на своей машинке, для вас такая шапочка особой сложности не представит. Я подробно рассказываю, как снимать мерки, как вывязывать, как вывязывать уголки, как заполнять уголки. Потому что, видите, если бы мы просто взяли и провязали нашу шапку, у нас бы перекосило все изделие. В данном случае никаких перекосов нет, все очень ровно, гладко и аккуратно. И внутри, и снаружи. Изнутри у нас один единственный шов. От макушки, само собой, до края. Больше, вы видите, швов нет. Все единым полотном кажется. Как добиться такого эффекта, я вам показываю в уроке. Итак, в уроке показано. Особенности шапочки. Угловой подгиб. Заполнение уголков. Еще раз повторю, если бы мы просто взяли и надели это все и соединили, у нас был перекос нашего изделия. Полностью закрытый узор, так, чтобы он нигде не прерывался. У нас шов должен быть не виден не только по ощущениям, по петельному столбику, но и по рисунку. Рисунок не должен сбиваться. Как выполняется макушка круглая. И как выполняется соединение вот этих вот трубчиков по нашей макушке. Урок интересный. Не совсем обычный подход к вязанию шапочек. Если вам понравилась эта шапочка, ссылку на приобретение этого урока вы можете увидеть под видео. А также приходите к нам в школу машинного вязания, если вы хотите научиться вязать быстро, качественно и профессионально. Не забудьте подписаться на канал YouTube, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша Наталья Некрасова. Субтитры сделал DimaTorzok